С чего же начинается отдых дальнобойщика? Правильно, со стрижки. Совсем другое дело, да, друзья? Так-то лучше, можно ехать отдыхать. Чемоданы собраны, едем в аэропорт. Продолжение следует... Мы прилетели в Мексику, и сейчас вам покажем наш номер. Номер покажем, а ключа я не взял. Окей, заходим. Смотрите, отель обновленный, Рио Палас, Ривьера Майя. Сразу как я зашел, вот он я. Сразу как я зашел налево. Душевая кабина. Все новенькое. Чистенькое. Дальше, два умывальника. Чтобы по-человечески друг друга не гонять и спокойно умываться вместе. Ванна. Посмотрите, где находится ванна. Ванна находится прямо вот здесь, около кровати. Пойдемте дальше. Что здесь? Раздвижной шкаф, гладильная доска, вешалки, как обычно все. Сейф, утюг, одеяло теплое. Дальше, чай, кофе. Так, тут нормально. Сейчас все мужики позавидуют. Но я с женой и с ребенком, сильно не расслабишься. Поехали дальше. Телевизор, полочки, кровать. Вот тут нам какой-то комплиментарий, так сказать, в честь приезда. Погнали дальше, ребята. Осторожно, ступенька. Вот здесь такое местечко. Здесь можно сидеть, заниматься. И здесь балкон. Смотрите, какой балкон, какой вид. Сейчас батя разберется. Сейчас папаша разберется, как открыть. Открываем. И что мы видим? Сушилочка. Каналы. Ой, друзья мои. Я бы хотел, чтобы вы все могли сюда приехать, а не просто смотреть это на ютубе. Мы посмотрели как раз на веб-сайтах заранее, что отель полностью переделан, полностью новый ремонт. С декабря 2019 года. Да, в декабре 2019 года полностью сделан новый ремонт. Вот, посмотрите, центральный кондиционер, зеркало, туалет отдельно. Живопись в туалете имеется. Все, погнали кушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы пойдем на бинго, на настольный теннис, на уроке танцев и вечером куда-то прогуляемся, наверное. Первый день в Мексике. Сегодня мы приехали утром. Вот сейчас мы ждем ужина. Уже сходили в бассейн, сходили на океан. Ждем ужин и сейчас я вам покажу, что здесь есть, пока мы находимся в ожидании. Мы слушаем прекрасного музыку. Вот там кофебар. Мы взяли капучино, латте и большой десерт. Вот там дальше у нас есть обычный алкогольный бар Дайкири. Ну а сани там лобби, ресепшн, где все там приезжают. Все, а дальше мы пойдем уже вниз в ресторанчик на ужин. Летели мы из аэропорта из Филадельфии, прилетели в аэропорт Канкун. Проехали 40 минут примерно и приехали в этот отель. Отель супер, замечательный, нам очень нравится. В сравнении с прошлым нашим отдыхом в Доминикане вообще очень-очень все качественно. Сервис не хуже, чем в Америке, это точно. Вот кондо фассейл в этой закрытой территории, где расположены отели. То есть здесь можно купить кондо и жить. Прогуляемся и расскажем и покажем вам, как выглядит отельный район в Мексике. Плая Дель Кармен, 40 минут от Канкуна. Вот видите, мы вышли из отеля. Здесь расположены 5 отелей. Дальше мы вам покажем. Дальше уже идет здесь собственное жилье. Есть вот дома в разных стилях. Вот вы то, что видите справа, это уже люди живут. В плане машин очень много Ниссанов и Тойот. В основном Ниссаны и Тойоты. Причем такие, которых нету в США, например, Ниссан Марч. Пройтись по улице и поснимать, для вас все здесь происходит. Вот видите, здесь все-таки живут люди. Это закрытая территория. Да, это как закрытая комьюнити. Я думаю, здесь как бы есть нужная доплата за это. Даже не комьюнити, тут как бы вот прям перегородили полгорода, так сказать. То есть всю береговую линию, оттуда въезжаем, там контроль. И здесь живут уже люди. Так, Passio del Sol. Сколько стоит? Смотри, price for this property. Это 3-bedroom. Окей, 3-bedroom, 3 спальни, 2 ванных. 4-комнатная квартира по-русски. Да, в общем, здесь вот можно приобрести кондо, вот в этом районе, где находятся отели. Прапорти такс недорогие. 2 562 мексиканских доллара. Это икон до фи 700. Ну, 1000 долларов в год получается за это все платить. Я так поняла, нет? Надо перевести, сколько это будет стоить. Короче, за 350 тысяч долларов можно купить. Да, другой вариант за те же 349 тысяч долларов. В общем, как я понял, в этом комьюнити, вот в этом можно что-то приобрести. Но это не дешево. Ну, 350 тысяч долларов. Это хороший сингл-хаус. Хороший дом с территорией у нас в Пенсильвании. А здесь это просто квартира. Огромная территория вдоль берега, на которую въезд только тем, кто здесь или отдыхает, или живет, или работает. То есть чужие здесь не ходят. Поэтому место безопасно. Абсолютно безопасно и спокойно. У кого-то дом, да? Вот так люди живут еще. Посмотрите слева. Да, я думаю, если и работать в сфере информационных технологий, то можно жить в каком-то месте, где как раз жизнь подешевле. И за те же деньги, что в Штатах, можно иметь большее удовольствие. Вау. Классно. Смотри, они имена свои. Там дом и пентроли написали. Наташа по-русски, Влад и Наташа. Видите, здесь наши люди отметились, как обычно. Все слава, слава. Все русские написали. Видите, да? Ладно, идем дальше. Вот в таких местах люди живут. Вилла Санта-Фе. Да, вилла Санта-Фе, друзья мои. Вилла Санта-Фе. Хотите так жить? Не знаю, как вы. Я после Омска так очень хотел бы. У нас в Америке хорошо, но жизнь в Америке очень дорогая. Можно здесь снять, наверное. Вилла Санта-Фе. Хотим попробовать. Мы просто сейчас обычный отельный отдых на 7 дней у нас. А дальше мы бы хотели поездить куда-то дней на 14, а то и больше, а то и на месяц. Чтобы окунуться, пожить, посмотреть, ощутить, так сказать, местный колорит. Ой, класс! Такой близкий. Да, природа нам определенно нравится здесь. Здесь ухожено все очень, видишь? Ну да, здесь где ухожено, там ухожено, а где не ухожено, например, сразу видно, что там просто сразу все закидано трешем. Если никто не занимается, такие кусочки, участки заброшенные мы видели, очень много пока ехали. То есть, если не окультуре, то здесь зарастает моментально все, и туда еще мусор начинают скидывать. Вот, for sale. Кого интересует, можно написать или позвонить. Это весь дом for sale. Классно. Вау, смотри, это гнездо чье-то, елки-палки. Ага. Короче, опасно. Пойдем-ка мы отсюда. От греха подальше. Мексиканских пчел нам не хватало еще нахватать. Вон еще такой улей, вон наверху. Это не знала, что так делают. Так, это будет интересно для электриков. Как счетчики сделаны. Вот такие маленькие окошки, чтобы солнце не было жарко. Да. Я бы не смогла шить в таком. Вот. Тут два олигарша. Ага, вырастет. Интересный стиль, но, слушайте, кстати, может назад выходят большие. Там где-то мы проезжали, видели стиль, прям был еще модерн такой. Наверное, не дойдем далеко туда нам двигаться. А, ну вот мы дошли, вот справа. Вот справа мы видим уже в современном стиле. Вот это мне уже определенно нравится. Такое жилье я бы тут хотел приобрести. Вот, друзья мои, посмотрите. Давайте вместе посмотрим с вами. Посмотрим с вами вместе. Вот это улица и вот такой домик. А на противоположной стороне вот в таком стиле. Севенде офертисима. Не знаю, возможно. Адреса, посмотри, сейчас много слов. Адреса. Вот какая ваза стоит около входа. Вот хороший домик есть. Вот точнее домик есть. попроще домик такой и вот такие бонда с охраной нам нравится красиво да да вот это мы мечтаем то есть уже все остальное уже подустарела в таком стиле не знаю может там люди все-таки закрыли себе от солнца но мы сейчас прочитаем что здесь за останки видите руины цивилизации майя за кустами так пройдемся с вами аккуратно к руинам майя надеюсь змеи нету тут пройдемся посмотрим сюда заезжают когда берут автомобильный тур или еще какой-либо тур на остров коцумель вот они остатки цивилизации майя я думаю сложили тут камушки уже специально для туристов игуану видите она приближается ко мне видите вилла в аренду можно снять да наткнулись друзьям и на игуану перепугались вот такой домик есть это уже начались отели отельный район нисанчики гоняют первый отель The Riff Playa Car наш следующий вот Riff Palat Riviera Maya и идем заходим в главное лобби ой как хорошо вот здесь здесь мы регистрировались слева ресторан Il Portico когда мы приехали мы здесь покушали сразу прекрасно ладно друзья пойдем дальше мы пришли в ресторан первый как самые голодные открытие через минуту вот расписание и меню на всех языках даже на русском так выглядит отель в ночное время вот наш балкончик крайний вот здесь каждый вечер какие-то мероприятия проходят и здесь вот можно кушать сидеть снаружи можно сидеть внутри в ресторане можно сидеть вот здесь на площади и здесь еще одна сцена тоже тоже для различных мероприятий ну друзья время пообщаться с вами есть только поздно вечером потому что мы приехали отдыхать с маленьким ребенком и 10 месяцев нашей дочке и достаточно тяжело хотя отдыхать конечно кайфово и она все видит новое вокруг и быстро устает спит хорошо так что все равно все равно стоит конечно ехать с ребенком отдыхать потому что для ребенка это вообще очень большое веселье но нам тяжело но ничего порвемся если вам нужны подробности то я вам скажу что брали мы этот тур на сайте Apple Vacations очень советую всем поехать в этот отель для тех кто был в Египте в Турции в Доминикане я вам советую Мексику мне очень здесь понравилось больше пока пока что больше чем в других местах потому что прекрасный сервис потому что все разговаривают по-английски и достаточно легко то есть в итоге достаточно легко вы себя чувствуете в Доминикане мы были в отеле и народ там не разговаривал по-английски сервис был ужасный обошелся нам этот отдых 7 дней 2100 долларов вылет из Филадельфии в Филадельфия International Airport так что для нас вообще это очень легко и просто то есть мы прыгнули в машину 30 минут проехали до аэропорта Филадельфии отдали там машину заплатили не помню около 80 долларов за 7 дней паркинга за вами подъезжает сразу шаттл который везет вас к вашему терминалу помогли чемоданы наши перекинули в шаттл шаттл нас довез до нужного терминала прошли весь этот контроль в аэропорту сели в самолет лететь 3 часа 40 минут дочка наша в самолете поспала вела себя прекрасно здесь тоже сразу мы в аэропорту сели на микроавтобус на котором нас довезли где-то 45 минут до этого места где находится отель можно здесь взять путешествие на остров который здесь находится рядом посмотреть останки цивилизации майя но мы с ребенком поэтому мы для себя приняли решение просто так сказать иметь отельный отдых погреться на солнце передохнуть и все и ничего более того а где голова а мэтина мэтина